Глава района Роман Синеговский провел выездную строительную планерку, в ходе которой посетил несколько важных социальных объектов. Один из них – парк в Хуторе Беликов. Там приступили к масштабной реконструкции территории. В Хуторе Беликов Кировского сельского поселения проживает около тысячи человек. Благодаря стараниям жителей и активной позиции руководителя местного ТОСа, который неоднократно становился победителем краевого конкурса на самую благоустроенную территорию, здесь была оборудована небольшая парковая зона. Но неравнодушные селяне решили не останавливаться на достигнутом, а построить настоящий современный парк. Их инициативу поддержало руководство поселения и района. И весной этого года строительство началось. Благодаря инициативе жителей Хутора Беликов, благодаря инициативе главы поселения Леонова Винния Владимировича сделали проект, прошли экспертизу. И вот спасибо губернатору Кубани Винния Владимировичу Кондратьеву, что действительно есть краевая поддержка на условиях софинансирования. Вошли в программу и планируем в этом году завершить благоустройство, я считаю, для этого малого хутора шикарной территории. Я думаю будет комфортная территория для отдыха семейного, для отдыха детей. Предусмотрены спортивные площадки, предусмотрены детские площадки. Все то, что необходимо сегодня для того, чтобы жизнь на селе продолжалась. Будет благоустроено около одного гектара территории. Строится парк по федеральному проекту формирования комфортной городской среды. Общая стоимость работ более 20 миллионов рублей. Вот так он будет выглядеть после окончания строительства. Красивый, современный, удобный. В этом году также будут благоустроены парковые зоны в поселке Совхозном и береговая линия озера Талока. Славянский район активный участник федерального проекта формирования комфортной городской среды и уже наработал хороший положительный опыт в благоустройстве территории. За последние два года были обновлены сразу пять парков в станицах и хуторах, а также проведена реконструкция Северного парка и городской набережной. Таким образом, для жителей создается именно та жизненная среда, в которой комфортно и хорошо.